Здравствуйте. 4, 5, 6, 7, 8, 9 человек. 10 человек. Садитесь, пожалуйста. Ну что ж, не так плохо, да, 10 человек боевых. Значит, я сегодня немножко постараюсь рассказать вам про исключения, исключения в языке C++ и их смысл. Я не помню, к сожалению, рассказывал ли я вам про исключения в питоне. Ну, на лавах было бы. Ну, давайте кратко теорию, чтобы не совсем с нуля. Чего? Нет, ничего. Нет, вы пока не смотрите туда абсолютно. Значит... Там контрольное написано. А? Там написано контрольное. Что вас пугает? Да. Ну, да. Контрольное обязательно будет. Контрольное будет в форме контеста, причем часть заданий будет на написание класса, соответствующего какому-то интерфейсу. Часть там реализовать методы какие-то у класса. Часть на ООП. Часть на C++, которая без класса, а часть обязательно с классами будет. Сверхсложных алгоритмов куда-то не планировал вставлять, но все-таки алгоритмы там какие-то тоже будут, они не могут исчезнуть, потому что вы, по идее, должны знать. Вот. Вот. Ну, не можем, но мы совсем ничего не сможем. Ладно, давайте идею исключить. Надо. Надо. Как там было? Не помню. Игорь. Надо. Надо. Федя. Федя. Я использую другую функцию, да? Эта функция у меня, допустим, mail, она вообще и вызывается у меня как бы извне, после того, что она за грузчиком вызывается. Условный mail. Так. вот этот mail, он вызывает какую-то другую функцию, как вы помните, в этом случае у нас начинает расти стек вызовов, то есть у нас в стеке вызовов появляется точка возврата в mail. Адрес возврата в mail. Некоторая функция А Эта функция А в процессе своего выполнения вызывает некоторую функцию Б Функция Б в процессе своего выполнения вызывает функцию С У меня, видите, стек вызовов постепенно растет Потом у меня что? Произойдет возврат из С в Б Б может вызвать какую-то еще функцию Из нее потом возврат в Б Б возвращается в А А возвращается в Мейт И благополучно ретерн из Мейна У меня приводит к выходу из программы А заодно в процессе программа все, что мне нужно То есть корректные возвраты происходят С передачей из рук в руки результат Как вы помните, все корректно у нас Когда функция получает параметры в качестве Собственно своих параметров В скобочках, которые переданы А возвращает в качестве возвращаемого значения Результат работы функции нормальный Должен возвращаться ретерн А не быть написанным на заборе в глобальных переменах Хотя это тоже встречается Условно нормально, иногда бывает приемлемо Но лучше так не делать Нормальная функция чистая Она получила параметры Сделала, вычислила, что надо И вернула ретерн Побочные эффекты Как то Какая-нибудь работа с файлом Каким-нибудь глобальной переменной Это вещь такая сомнительная Но если надо То мы их описываем и делаем Если нужно И это все понятно Ну а если у меня вдруг В какой-нибудь Достаточно глубокой функции Произошла какая-то исключительная ситуация То есть я сейчас еще не вернулся В процессе вычислений Ну я такую типовую ситуацию рассматриваю Это заказчик, который хочет построить дом Менеджер, помните про структурное программирование Менеджер, который отвечает в целом За строительство В взаимодействии с заказчиком Это у меня прораб Это у меня бригадир И это у меня рабочий Я даже там это еще более Да, а рабочего есть Чернорабочий Который тачку водит Это чернорабочий с тачкой И вот этот чернорабочий с тачкой Соответственно вывозит землю А этот копает Этот копает А этот вывозит землю Да? Ну вот И он вызвал этого товарища И пойди отвези тачку И этот повез, соответственно, тачку с землей И у него какие могут встретиться препятствия на пути Ну первое Место, куда он возит Там куча слишком большая Надо рядом начинать грузить Не туда, а рядом А с этой проблемой он решает ее сам Так, то есть это некоторая проблема Которая внутри самой функции должна быть решена Здесь передачи управления не требуется Второе У него сломалось колесо у тачки В этом случае он возвращается к рабочему Так Собственно Тачка сломалась Давай И рабочий Молотком Починил тачку Да? Да, ну в этом случае Может правда возникнуть такая ситуация Если рабочий понимает Что тачку он починить не может Но это вполне типовая ошибка То есть в принципе Такая ситуация Что работа завершается И он вместо пустой Пустой Целой тачки Да Возвращает в качестве результата Ошибку Она может быть И она должна быть решена Вот здесь В этом интерфейсе То есть еще возникает вопрос А как именно он Проинформирует рабочего Что Тачка сломалась Даже в ситуации Когда у меня ошибка Внутри вот этой функции Чернорабочего Возвращаясь всего лишь На одну функцию вверх Возникает тонкость Мне надо различать Возврат с ошибкой От возврата Корректного результата Понимаете? Ясно? Да Ну например Не знаю У меня Передается внутрь функции Дата В качестве строки А должна вернуться Структура Даты В качестве Си-стракт Объект Класса Дата В котором там Поля есть Year Month И Day И при разборе Вот этого выражения У меня возникает Что? Что невозможно Построить корректную Дату Там напихана Фигня в этой строке Какая-то Не проходит Она соответственно Тестирование Как корректная Дата И мне нужно Соответственно Чтобы эта функция Она имела какой-то интерфейс Возврата Некорректной Даты Понятно? Мне нужно Придумать Как это сделать Либо я делаю Некоторое Зарезервированное Состояние У этого Объекта Которое Недопустимо Для даты Является Как сказать Некой Константа Как есть Константа Дабловская Not a number У числа С плавающей точкой В стандарте Чисел С плавающей точкой Есть специальное Состояние Not a number None Знаете про это? Я могу взять Свой объект Даты Разрабатывать Data Тай Ну и соответственно Я завожу Константу Которая соответствует Некой Некорректной Дате Year Минус 1 Month Минус 1 Day Минус 1 Все Я буду сравнивать То есть в результате Когда я принимаю результат Перед тем как начать им пользоваться Я спрашиваю Собственно If Data Равно Равно Not a number То я что-то предпринимаю Тачку чиниру То есть я Говорю Пользователь Ты дурак Ты ввел неправильную дату Надо было дату писать И ты тут написал Понятно? То есть я Эта сама функция Которая преобразует Соответственно Структуру в дату Она не должна В структуру даты Она в объект даты Она не должна Заниматься выяснением Как именно потом Обратиться к пользователю Да? Он чернорабочий Который вывозит дел Но проблема Часто бывает выше То есть сама Вот эта функция Обращающаяся сюда Она тоже может быть Не знает про взаимодействие С пользователем Да? Это про менеджер Там взаимодействие С пользователем Реально Поэтому Может быть Надо прообразовать выше Возникает в результате Что? Что у меня На каждом этапе Вот этого Вот взаимодействия Мне нужно Учесть Всевозможные ошибки Всевозможные Вы знаете Оказывается Оказывается Что дизайн Вот этой Передачи Ошибок Дизайн Разработки Устойчивой Программы Является Очень сложной Частью Дизайна Приложения В целом То есть Это Вопрос Про исключения Приводит Нас К такой Области Которая Называется Дизайн Приложения Невинуемо Мы Переходим К Вопросу Об архитектуре Приложения В целом В частности К вопросу Об интерфейсах То есть Вот этот Самый Интерфейс На каждом Этапе Интерфейс Функции Давайте Вот что Мы запишем Вот это Поднапись Включаем Сейчас я еще раз говорю Пока что Слово Исключение Даже не прозвучало И механизм Исключения Еще не прозвучал Но мы уже Понимаем Что нам Понадобится Как-то Из функций Возвращать ошибок Сейчас я буду Писать И я Введу Исключение Итак Интерфейс Функции Включает Ну конечно В первую очередь Ее Имя Но это фигня Ее имя Да Дальше Смысл И типы Параметров Параметров На самом деле Интерфейс Функции Предполагает Некоторые Допустимые Значения Параметров Ну например Что строка Строка Мы сейчас Десятитысячные Года Рассматриваем Да Дай бог Человечество Хотя бы Еще тысячу лет Прожит Это Четыре цифры На год Еще На точку Либо косую черту Две цифры На месяц Да Восемь Семь Прошу прощения Семь Да Еще точка И еще две На Десять символов То есть Не более Строка Не более Чем Десять символов Вообще Может быть Немало Но Десять символов Да В которой Все цифры Кроме Символов Разделителя Да Вот Ну и Она должна Содержать Там Упределенный Стиль Того Что там Внутри Да То есть Некоторые Допустимые Значения Параметров Допустимые Значения Параметров Надо Сказать Что Компилируемый Язык Программирования Си Плюс Плюс Проверяет Интерфейсы В момент Компиляции А именно Для Каждой Вызываемой Функции Он проверяет Что ее Имя Такое Имя Есть Что он Про это Имя Знает Он проверяет Типы Параметров Он не проверяет Смысл Параметров Но Типы Параметров Он проверяет А я Пишу Что интерфейс Подразумевает Смысл Параметров Потому что Когда мы Захотим Пользоваться Функцией Нам важно Не только Типа А еще и Смысл Поэтому Сказать Что Разработка Интерфейс Так Имя и типы Нет Имя и типы Сигнатура Функции То есть Сигнатура То есть Как ее Компилятор Вообще Выделяет Отличает От других Он ее Действительно Отличает Тупо По сигнатуре То есть Тупо По имени И Типам И количеству Параметров Больше Для него Для него Не отвечает Он Не может Мыслить Смыслами Понятно Да А программист Это человек Который Закладывает Программу Смысл То есть Программа Она Содержательная В ней Есть Семантика Процесс Понятно Так вот Соответственно Эти параметры Они должны быть Естественно С именами Которые адекватны Допустимое значение Параметров Компилируемый Язык Не проверяет Не проверяет Как он будет Проверять Что в эту функцию Можно только Положительные числа Или не отрицательные Да Или если уж Отрицательные То сразу Два параметра Должны быть Отрицательными Или что строка Должна быть Длины не более Чем 10 Но не может Он это проверить Понимаете Это опять же Выводит Но реальный Интерфейс Функции Он это включать Должен По хорошему Потому что Иначе Опять же Могут возникнуть Всякие Исключительные Ситуации Кроме того Если у меня Функция будет Взаимодействовать С какими-то Внешними У меня в любом Случа Возникнут Какие-то ошибки Например Она работает С файлом А файл Не открылся Нет доступа Да Прав доступа Не хватает Или файла Такого вообще Нету Понятно Ну в общем Разные могут быть Ситуации Файл Заблокирован Ключ демонтирован Короче говоря Оказывается Что интерфейс Функции Реальный интерфейс Который Мы должны знать Что-то Ей нормально Воспользоваться Включай Также Возможные Исключения Возможные Исключения В скобках Вот если мы знаем О том Какие Возможные Исключения При вызове Этой функции А естественно Если это Функция Рабочего Да Уже не вот этот Товарищ А вот этот То он Должен Не только Свои собственные Исключения А у него Лопата Может сломаться Да Может там Он докопался И там Грунт Который Невозможно Копать В принципе Какой-нибудь Бетон От предыдущей Застройки Старый Фундамент Какой-нибудь 19 века О котором Надо раздалбывать Уже там Экскаватор Рабочим Он должен Вернуть Прервать Свою работу И вернуть Соответствующее Исключение Да И когда мы Прорабатываем Функцию Придумываем Дизайном Ее Еще не пишем Код Программу А просто Придумываем Функцию В этот момент Мы должны Продумать И возможные Исключения Доработка Дизайна Во время Создания Программы Во время Ходинга Тоже возможно Может Столкнуться Додуматься О Надо это дело Но вы знаете Это как план Боевых действий Если плана Боевых действий Нету То Они Неминуемо Закончатся Поражением Если же У нас план Есть То конечно Боевая обстановка Она Реальная Будут изменения Какие-то Очень быстро Нужно будет Принимать Решение Но Или Когда у вас Есть Опять же Ваша жизнь Она тоже Должна быть Спланированной У вас есть Некий план Дня Тогда вы Всегда сможете Его слегка Модифицировать Или даже Переработать Всегда Можно Если что От плана Отказаться Если Фрозмажорные Обстоятельства Какие-то Но отсутствие Плана Приводит к Разбережь Вот точно Так же При программировании Так вот Что есть Исключение Исключение Это способ Есть минус В некоторых Проектах Принимают Решение Отказаться От исключения Просто Вообще Не пользоваться Этим механизмом Си плюс Плюс Есть причина Я работал В таком проекте Где не пользовались Исключениями Но правда Не от хорошей жизни Я бы сказал Что люди Просто не владели Инструментом И все Лучше бы пользовались Но я знаю Что в угле Исключениями Пользуются Не всегда И есть там Как сказать Отделы Которые Именно Прям отказываются Обоснованно Отказываются От использования Исключения В объектно Ориентированном Коде Это связано С тем Что они Ошибки Под другими Способами Замещаются Это связано С некоторыми Проблемами Самих Исключений То есть Сама Обработка Исключений Она Подразумевает Некоторые Сложности Реализации И Некоторую Определенную Ненадежность Я могу Пояснить Сейчас Я буду Пояснить Короче Но в любом Случае Список Допустимых Исключений При вызове Этой функции Надо описать Иначе Ей нельзя Будет Корректно Воспользоваться Потому что Вы вызываете Функцию А она Может Сгенерировать Исключение Которое Вы не Ожидаете Понятно Ясно Так Так вот Если все-таки Принимается Решение Что Функция Может Возвращать Исключение То что это Значит Это значит Что у меня Вот этот Вот чернорабочий Он Вместо Нормального Возврата Пустой Тачки Да То есть Вывалил землю И все А он Вместо Этого Как бы Возбуждается И с криком Бежит Мимо всех Этих Товарищей Просто Бежит 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 И плюх В воду У нас Если Не произойдет Обработки Исключения То Программа Просто Закроется То есть У меня Факт Исключения Вот этот Факт Вызова Исключения Как сказать Живое Исключение В процессе Его Как сказать Слово Обработка Я сейчас Не хочу Говорить В процессе Его Собственно Вот этого Вылета Вылета Исключения Лучше так скажем Вот процесс Его вылета Состоит в чем У меня есть Колстек В этом колстеке Сейчас был Мэйн На самом низушке Адрес Возврата Мэйн Когда функция А позвала Функцию Б Туда лег Адрес Возврата Внутри Функции А Поверх лег Адрес Возврата Функции Б Адрес Возврата Функцию С Адрес Возврата Вдет У меня Целый Колстек Вот такой Состоящий Из набросанных Адресов Возврата 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 Все локальные Все локальные переменные Удаляются Это я сейчас Поясню Ну в общем Процесс Вот этот Вот Это процесс Резкого Завершения Работы Но Корректного Что значит Резкое Но Корректное То есть Представьте себе Что у меня Внутри Функции Д Рабочего Там В какой-то Момент Вызывалось То есть Если я сейчас Подразумеваю Что у меня Эта функция Е Вызывается Изнутри Исходного Текста То есть Я Здесь есть Вызов Функции Е А дальше Некий текст Был некий текст И вот я Собственно Отсюда Я вызываю Ожидаю Какой-то результат Х равно Е Да Да Ну примерно Так вот Я чуть пошли Пишу Х равно Е Так вот Ожидаю Некий результат Из нее Дальше Я с этим Х Тут как-то Живу Пользуюсь Если Х У меня Равно И поехали Так Больше нуля Если Х Больше нуля То Вот А Если Исключение То что Происходит А просто Мы вообще Даже сюда Как бы Не возвращаемся То есть Возврата Ретерна В эту функцию Не происходит Он реально Как это Рванул И Что происходит Своим Колстэком На Реальном Стэке На самом деле Вот есть Такой Сегмент Стэка Есть Сегмент Стэка На самом деле На сегменте Стэка В языке С Ну и вообще В принципе На языке Ассемблера Буквально На самых Низовом Реально На сегменте Стэка Хранятся Не только Адреса Возврата Туда Кладутся Локальные Переменные Я вам говорил Автоматические Переменные Живут на Стэке Локальные Переменные Живут на Стэке Это что Значит Что у нас Там Например Функция Мейн Позвала Функцию А Значит Там Во-первых Лежит Адрес Возврата В конкретную Точку Мейна Мейн Ну я так Мейн Решетка 25 То есть Строка 25 На самом деле Там не просто 25 А там Машинный Код Адрес Конкретного Машинного Кода Куда Надо будет Ретерн Сделать Понятно Машинный Код Не всегда Бинарный Да Машинный Код Двоичный А как Не ну Есть Машинный Код Который Соответствует Архитектуре Реального Компьютера Интел 386 И А Икс 8664 Есть Всякие Примочки Есть Много Разных Под Архитектур Если Начинать Влезать В это Дело То Нужно Смотреть Для Конкретного Процессора Фирмы Интел Такого Так Вода Какой Нибудь Там Я Сейчас Микро Архитектурой Не назову Но я их что-то помню Типа там Не помню У них там Забавные Довольно-таки Названия У этих Микро Архитектур Вот И Есть Свои Какие-то Машинные Команды Которые Начиная С этой Архитектуры Можно Выпал В интел Обратная Совместимость То есть Команды Которые Они Придумали Да Они Будут Работать Дальше Если Уж Они В процессор Внедрили Этой Линеечки То он Дальше Будет Соответственно Команды Поддерживать Следующий Процессор Только Расширяет Набор Команд Но Смысл В том Что мы Возвращаемся К той Команде Конкретно Откуда Вызвали И все Я к тому Что Вызов Функции Он может Быть Внутри Длинного Выражения Я в Одной Строке Несколько Вызов Функции Возврат Функции Он реально Возвращает В ту же Точку Где Ожидают Результата Вычислений Этой Функции И будет Продолжено Вычисление Этого Выражения Дальше Просто Машинный Код Это что У меня Вот это Длинное Выражение Которое Нам удобно Воспринимать Нормальным Образом В машинном Коде Оно Будет Развернуто В длинную Последовательность Инструкции У каждой Которой Свой Адрес Так Вот Условно Вот в этот Адрес Мы будем Возвращать Но мне сейчас Важно Что я вернусь В функцию Это адрес Возврат При этом Функция Мейн Передавая Параметры На самом деле Она Я рано Написал Мейн Сюда На самом деле Передавая Параметры Функция Мейн Положила Выделила На стеке Несколько Байт Памяти Под то Чтобы напихать Туда Параметры То есть Она туда Вначале Кладет Параметры Собственно Параметры Вызова Аргументы Аргументы То есть Столько Байт На первый Аргумент Столько На второй Столько На третий Точнее Наоборот На третий На второй На первый Чтобы они Удобненько Лежали И то и было Легко Отчитывать С вершинки Стека Она будет Отчитывать Вот так Здесь Дальше У нас Валяется Кто Дальше У нас Валяется Этот самый Адрес Возврата А Прошу прощения Под возвращаемое Значение Тоже Надо Зарезервировать Местечко Ну или Под адрес Если оно будет В динамической Памяти То адрес Возвращаемого Значения Да Ну в общем В любом случае Значит И адрес Возврата Дальше У меня Функция А Что делает Будучи вызванной Она берет И Себе На стеке Выделяет Локальных переменных То есть Дальше На сегменте Стека У меня Будут приезжать Локальные переменные Аргументы А здесь Локальные переменные Лок Переменные Да То есть Локальные переменные Простите за почерк Я К сожалению Не очень красиво Пишу Переменные Переменные Все равно Не получилось Красиво Да Вот Это всего лишь Вызов Одной функции Я Когда-то В потоке Северова Был Преподавателем Лабораторных работ И я помню Что мы там С ассемблером Немножко Я преподавал Ассемблер Пару лет И вот Как раз Мы там Обрабатывали Я рассказывал Про Везофункции Я слегка Помню Как это Дело Вызывает Нет Не желаю Вам Заниматься Ассемблером Ну РТшники Любят Это дело И Мне Самому Это не Очень Противно Вот Это Действительно Интересно Но Это Нужно Ковыряться И там Много Таких Проблем Которые Потом Если Взять Питон То Кажется Ёлки Палки Ну Зачем Столько Возьни Ради Того Чтобы Считать Два Числа С клавиатуры И Повести Ответ На экран Написать На Ассемблере Написать На Ассемблере Вот Двух Чисел С клавиатуры Вывод На экран Честно Алгоритм Евклида А? Алгоритм Евклида Ну Это Это Действительно Забавно Взять И Поинтересоваться На самом деле Ассемблер В программировании Микроконтроллеров Он часто Бывает Необходим То есть Когда Низовое Программирование От него бывает Некуда деться Но Все-таки Я вам Не желаю Заниматься Вряд ли Это вас В жизни Ждет Профессионально Но Если Что Не Пугайтесь Вспоминайте Машину Тьюринга И Скажем После Машины Тьюринга Ассемблер Это Сказ Там Все Можно Сразу Есть Операция умножить Надо Создавать Не Брейнфак В конце Конца Ладно Это всего лишь На самом деле Вызов Одной функции И его Оформление Вот как Оно в стеке Возникает Обратите Внимание Сколько Реальных Переменных Сколько Данных Под переменных Хранится На стеке А если Эти переменные Являются Объектами Что Это значит Что Для каждой Временной Переменной А и Локальные Переменные И аргументы Передавай Являются Временными Переменными Если Они Стандартных Простых Типов То Их Создание Не Сопровождалось Вызовом Конструктора И деструктора Вызывать Не надо А если Не дай бог Эти переменные Были Типа Объект А Это значит Что В момент Вызова Функции Были Вызваны Конструкторы Для Для всех Параметрах Например Вектор 3D Функция Которая Принимает Объект Как Параметр Если У вас Функция Двух Переменных Оператор Плюс Внешней Функции Написан Вы Делали Уже Ламу Да Только Так вот Соответственно У вас Парочка Объектиков Там Валяется И для Тех Объектов Для которых Конструктор Вызван У вас Объекты Там Простые Они Просто Дабл Внутри Себе Содержали А реально Если Там Стринг Какой Не дай бог То Стринг Он же В динамической Памяти Там же Концепция Ресурс Эквизишн То есть Он Себе Динамической Памяти Отхватил Массив Символов Под строчек Понимаете То есть Короче говоря Ваш Объект На самом Деле Требует Обязательного Вызова Деструкта А теперь Внимание У вас Происходит Полетело Исключение Если Все Закончится Прыжком В воду Если Реально Программа Закроется После этого Ну Плево Утечка Памяти С утечкой Памяти Программа Закрылась Все равно Операционная Система Все почистит А если У вас При этом В какой-то Момент Как это И нормально Происходит Обработка Исключения То есть В процессе Вот этого Дела На самом Деле Я Ожидаю В какой-то Момент Например Вот здесь Вот Я пропишу Собственно Ожидание Исключение То есть Вот здесь Вот Внутри Этой функции Я вызываю Это функция Какая Это была Д Да Я вызываю Функцию Д Где-то там У Давайте тоже Х Х равно Д Вот Но я делаю Это не просто Так А я делаю Это В блоке Трай А Сейчас Прошу прощения Трай Кэч Кэч Эксепт Нет Сру Сру Трай Кэч Трай 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 Это у нас Есть для Бетона А в Трай Нет А по-другому Трай По-другому Это пробовала Кэч Ошибка И то что Трай Не все вместе Трай Кэч По-моему А в скобках указываются Типы Сключения Это в бетоне Иксепт А сгенерировать Исключение Это Трай Трай Да Так вот У нас открывается Секция Трай А дальше пошли Собственно Вот эти вот Блоки Кэч Кэч И здесь Будет у нас Разный вариант И я сейчас Три точки напишу Кстати Это не тупой вариант Три точки Это действительно Тоже допустимый Способ Ловли Исключения Когда я не интересуюсь Тем какой тип Общий способ Любое исключение Поймать В этом случае Я Вот в этой функции Говорю Вот у меня опасный блок Где может что-то случиться И в этом случае Представьте себе Что у меня нормальное Выполнение Тех инструкций Которые тут Оно у меня Действительно Не может быть То есть у меня На самом деле Тем что Икс равно д Дело не завершается То есть у меня Вот здесь Вот дальше Если икс Больше нуля И так То есть на самом деле Там Некие действия Потом с этим иксом Делаются Что-то Ну результат Работа Товарищ выкопал фундамент Да А я Как Его бригадир Направляю на новую работу Или что-то Так вот Если у меня Исключение Обрабатывается То есть у меня Возникает Способ возврата То есть как бы Этот бригадир Он этого пробегающего Чернорабочего Он его хватит за шкирку Сознавайся Что случилось Не дает программе упасть Она бы неминуемо упала Если бы не было Потому что Ситуация исключительная Вплоть до того Что его Это бьют Пришли его бить Так вот Во-первых Поймать Это просто Давайте сейчас Обсудим Как раз Собъект Вы в питоне Помните Наверное Слегка Мы там это Затрагивали Да В следующий год Они не будут Этого затрагивать Им я буду рассказывать Начиста набила Как будто бы Они ничего не знают Так вот Напомню Мы действительно Можем таким образом Отловить ошибку Можно несколько блоков Кэтч написать В каждом из которых Будет указан Соответствующий тип То есть Например Кэтч А здесь разные Типы исключений Это реально Типы Переменные Дело в том Что когда у меня Чернорабочий Бежит На самом деле Бежит не чернорабочий А летит Само исключение Записочка От него летит Понятно То есть У меня Есть некий Специфический Объект Я его вот так Нарисую Как это Свитечек На котором Кое-что написано Это Объект Это Объект Исключения Который Где-то В памяти Хранится Сейчас не будем Говорить где И это Неважно Сейчас для нас Но не на стеке Не будем мыслить Что на стеке Где-то Отдельно Валяется Объект Исключения И Это Реальный Объект То есть Экземпляр Какого-то Класса Специфического Специального Класса Который Предназначен Именно Для того Чтобы на нем Малевать Какую-то Записку Состояние Исключительное А его Тип Тип Этой Записки Он Отпомогает Собственно Различать Различные Типы Этих Самых Исключений Поэтому У меня Возникает Такая Речь Как Иерархия Исключений Иерархия Классов Исключений Есть Стандартная Иерархия Исключений Которые Могут Возникать В стандартной Библиотеке Эстей Она Может Являться Для нас Некоторым Образцом Но В реальном Проекте Вы Сами Создаете Себе Некоторую Иерархию Я Сейчас Посмотрю Как Она Выглядит Я Не Запоминаю Сейчас Я Воспроизведу Вам Некоторый Кусочек Иерархии По крайней Мере Потому Что Она Достаточно Большая Ее Можно Буду Рисовать Как Вертикальное Дерево Но В этом Смысле Больше Вот Такой В В В В Под Случай Как Иерархический Список Сейчас Я Достану Но В 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 Объект Исключение Я Получаю Результат Ненормальным Ходом Выполнений А Именно Все Эти Выполнение Просто Накрылись И я Обрабатываю Исключительную Ситуацию Что же Дальше Делать Ясно Если Я хочу Чтобы Может быть Это дело Перезапустилось Как вычисление Но Тогда Может быть В цикл Все это Дело Взять У меня Здесь Некий Флажок Есть Который Вначале Я считаю Что True По умолчанию Считаю Что Вычисление Выполнилось Нормально Да А Здесь Я Соответственно Говорю Что У меня В самом Начале Итерации Он Выставляется В True А Или Наоборот Давайте Когда У меня Заканчивается Блок Трай В самом Конце Блока Трай Он Выставляется В True А Изначально Как раз Он был False Понятно Таким Таким Образом У меня Цикл Пока Собственно Не Выполнили Корректно Да Я буду Соответственно Это дело Гонять То есть Выключительная Ситуация Это дело Обрабатываете Вышление Просто Перезапускается Но не всегда Перезапустить Поможет Понятно Поэтому тут Еще вопрос Надо или Не надо Может быть Нужно Просто Поподробнее Написать Пользователю И Пробросить Исключение Дальше Сейчас Про это А теперь Вопросы Связаны С проблемами Исключений И Объектно Ориентированным Программированием Я не могу Просто так Передаваемые Аргументы И локальные Переменные Которые были У меня Внутри Вот этой Функции Просто так Взять И Забыть То есть Когда у меня Происходит Разворачивание Стэка Когда Исключение Летит Вот Эта функция Она продолжит Ее Локальные Переменные Ее Полученные Параметры Они все На стэке Должны еще Остаться Но И у этой И у этой Они должны Быть сняты То есть У меня Происходит Массовое Удаление Объектов А удаление Объектов Это что? Это вызов Деструктора А теперь Скажите Мне Пожалуйста А если У меня Момент Обработки Деструктора А деструктор Это функция То есть У меня Как сказать В процессе Вот этого Полета Приходится Вызывать Функции Еще Функции На самом деле Не все Так просто Исключение Обрабатывается Оно летит Когда оно Брошено А в процессе Функции Вызываются В момент Обработки Вызова Деструктора Случается Ошибка Может тоже Случится Исключение Тогда Объект Не будет Уничтожен До конца Да И вопрос А как Обрабатывать Вот эту Ситуацию Если во время Обработки Исключения Возникает Другое Исключение Наверное Чем-то Надо Программа Не Ну а Что дальше Делать Вот Куда Возвращаться Что дальше Какое Из исключений Предпочесть Это же То Исключение Мы не обработали Еще Оно Не вылетело Понимаете То есть Вот это Проблема Которую Я даже Не знаю Как вам ответить И поэтому Иерархия Есть Может быть Нет Нет Иерархия Это еще Нормальная обработка То есть В момент Когда мы Обрабатываем Исключения У меня Есть Последовательность Кэтч И сейчас Я напишу Эту конструкцию Полно Может быть В блоке Кэтч Тогда Организовать Добивание Объекта Первое Что мы Должны Стараться Делать Если Уж Вы Пользуетесь Исключением То Деструктор Должен Работать Безошибочно Деструктор Не должен Генерировать Исключения Он должен Насколько Только Возможно Быть Кратким Понятным И только Очищать Ресурс Причем Гарантированно Чтобы не возникало Делений на ноль Каких-нибудь Ошибочных Делитов Когда Удаляем Память Которая Уже Освобождена В общем Ни в коем Случае Вот И третье Ну я К сожалению Не готов Вам ответить Я Не всю Информу Я Не подготовлен Настолько Чтобы все Там Свежачком Выдавать Не могу Сказать Что В этом Случае Происходит Это Действительно Восстекает Большая Проблема Не Устраним Не Устраним Абсолютно Что С этим Делаем Писать Деструкторы Так Чтоб Они Никогда Не Выдавались Включить Но Вполне Нормальной Является Такая Ситуация Давайте Я Распишу Блок Трай Кэтч Нормальный Полным Обратом Собственно Давайте Разберемся С тем Как Это Дело Пробрасывается Блок Трай Кэтч Значит Обработка Изключения Замечу Что Под словом Исключения Подразумеваются Две вещи Первое Под словом Исключения Подразумевается Событие То есть Факт Вот этого Процесса Который Начинает Происходиться В вычислительном Процессе Второе Под словом Исключения Подразумевается Собственно Объект Который Передается И содержит Информацию О происшедшем Событие Понятно То есть Две вещи И то и то Называется Словом Исключения Но сейчас Я буду Подразумевать Обработку Исключения То есть Как событие Но Всю информацию Буду получать Из этого Объекта Итак Вот у меня Идет Некий Код В котором Что-то Может Произойти Do Something Dangerous Это все методы Какие-то функции Какие-то функции И что дальше А дальше Я пишу Несколько блоков Catch Значит Блоки Catch Будут Обрабатываться Сверху Вниз Поэтому Как только Будет Найдено Подходящие По типу Подходящие По типу Блок Catch То на этом Рассмотрение Остановится На этом Рассмотрение Остановится И дальше Мы Будем Обрабатывать Только один Из этих блоков Не будет Такой ситуации Что будет Срабатывать Несколько Это как в ситуации С каскадным И С каскадным Ифом Иф Элс Иф Элс Иф То есть Вот эти блоки Catch Они срабатывают Именно по принципу Иф Элс Иф Иф Иначе Есть Итак Первое Я тут прописываю Тип Допустим Моя иерархия Исключений Подразумевала Три Вида Исключений Некоторые Base Exception Некоторые Тип Специфика Исключения Спешл Спешл Эксепшн Правильно? Спи Сел А что я вот здесь Спи Спешл Спешл Эксепшн И Еще один Класс Я их не буду реализовывать Зачем мне сейчас Списно тратить время На их реализацию На доске Я их просто Упомяну иерархию В каждом из них Нечто примитивное Например Там строка Стринг Стринг Значит дальше И Какой-нибудь Very Very Спешл Спешл Ну условно Это базовая Эксепшн Это арифметическая Ошибка А это ошибка Деления на 0 Понятно? Которая является частным Случаем арифметической Ошибки Ясно? Или там А рядом может лежать Тоже арифметическая Ошибка Корень из отрицательного Число А базовая Такая червь какая? Ну а базовая Дело в том Что Когда у меня есть Иерархия исключений Вы сейчас поймете Почему имеет смысл Обрабатывать ошибки Именно по иерархии В смысле Very special Это типа Очень специфическая Сейчас поясню Да Очень специфическая Но специфическая Вот такого типа То есть являющаяся Ее подклассом То есть в этой иерархии Соблюдены принципы Посолнечных Комитерий Барбарлист То есть она является Соответственно этой Просто в более частном случае Подкласс Так вот В этом случае Мне правильно Обрабатывать Если я хочу различить Какое из событий Произошло То естественно Что у меня на самом деле Есть какие-то еще там Ошибки базовые Да Не являющиеся Special exception Да Есть какие-то еще Ошибки Special exception Не являющиеся Very special Корень из минус Единицы Там не знаю Тангенсов и пополам Что-нибудь еще Да Услов Ну я сейчас Напишу вот эти Да А Чтобы был случай Общий А Озвучиваю Для понятных Арифметических ситуаций Итак Я должен начать С конкретного Частного Случа С конкретных частных случаев Самых частных Которые я хочу Вычлинить То есть если Например Я хочу И умею обрабатывать На этом В этот момент Ну условно В момент Бригадира Бригадир у меня Ловит ситуации Там какая Деление на ноль А если Не деление на ноль То если Это арифметическое А если Не арифметическое То если базовое Понятно Но на самом деле Он не обязан Брать на себя Ответственность За все ошибки То есть Если он видит Что у этого Чем-то рабочего Что называется Рука Оторвана Да Он может Отойти в стороночку И пропустить его Дальше к этому К прорабу Может прораб Или менеджер Разберется с этим А я не могу С этим разобраться То есть Есть разные Типы исключений Если я В этом случае Хочу разбираться Только с делением на ноль С конкретным частным случаем Я знаю Что в этом случае Надо сказать пользователю Понятно? Ну или пользователю Или как-то еще Обработать В этом случае По-другому Интеграл считаем Понятно? Вот Значит короче Кэнч И я вначале пишу Very special Very special Very special Так вот Я здесь Принимаю Это исключение Не важно И как я его тут назову Я как функцию Обрабатываю У тебя как бы Встрочная Встроенная В код функция Как бы То есть я в скобках Вот здесь пишу Принимаемый параметр При обработке Исключения При этом вот здесь Я имею право Написать Ссылку И даже лучше будет Если я напишу ссылку Если это объект То я его здесь По ссылке Буду с ним Работать Ссылка На тот самый Объект Исключения Зачем мне его Короче Понятно? Чем больше Да? Так И что тут Здесь я Собственно Говорю Я просто тупо Скажу Вся Вся У нас Супер Особый случай На самом деле Я реально Ничего обрабатывать Не буду Я закрою Вся Вот и все В данном случае Реально Конечно Я должен Предпринять Какие-то действия Чтобы Компенсировать Ошибку Заканчивается Этот кэдж Начинается Следующий кэдж Else If Фактически То есть Если Тип Исключения Не был Типом Very Special Exception То может Быть Он является Special Exception А теперь Внимание А теперь Внимание Подождите Но ведь Когда случится Какая-то Конкретная Ситуация Представьте Что это Базовая ошибка Это Арифметическая Это Деление На ноль Деление На ноль Я обрабатываю Отдельно А вот Деление На ноль Я обрабатываю Отдельно А вот Реальная ошибка Арифметическая Она всегда Какая-то Вот Реально Throw Арифметical Error Никто Делать Не будет Throw Будет Конкретной Арифметической Ошибкой А не Абстрактной А Абстрактная Арифметическая Ошибка Понимаете А тем не менее Я здесь Пишу Просто Special Exception Соответствующая Просто Арифметическая Ошибка Законно Я это Пишу Законно Я Всегда Могу Помните Критерий Барбара Лисков Сын Электрика Потомок Электрика Подкласс Электрика Является Электриком Правда То есть Потомок Этого Исключения Является Этим же Исключением И Всегда Можно Вызвать Функцию Которая Для Надкласса Всунув И туда Подкласс Ясно Таким Образом У меня Вот этот Кэтч Он будет Покрывать Целый Кусок Иерархии Он Не только Для То есть Он Для ВСП Тоже Подходит Именно Поэтому Я Этот Частный Случай Рассмотрел Вначале Я Рассмотрел До Если Б Я Умел Обрабатывать Не только Этот ВСП Я Б Перед Тем Как Рассматривать Абстрактный СП ВСП Я ВСП Я Я его узенько так напишу, вот ничего не напишу туда. Так вот, а туда я напишу дальше catch, соответственно, base exception. Понятно, да? То есть я ловлю базовое исключение, которое тоже представляет из себя объект типа base exception. На самом деле любой потомок, любой экземпляр класса потомка base exception. То есть у base exception есть классы потомки, у какого-то из них есть экземпляр, который мне и брошен в качестве исключения, и я его тут приму, но поскольку я ловлю его, так сказать, очень абстрактно, то я мало про него знаю. Его специфика, какие конкретно атрибуты там в нем внутри. Понятно? Я могу про них не знать. Может быть, этот объект, он содержит в себе кучу всяких атрибутов и полезной информации. Можно обратить? А вот мы обрабатываем вот catch сначала very simple, specific exception, потом specific, special exception. Если объект у нас, ну, exception как раз very specific, то не будет такого, что он сначала обработает первый catch, а потом обработает ниже catch, еще ниже catch. Или он только один catch будет обрабатывать? Всегда только один. Ну, просто не будет как switch case. То есть, если тип не подходит, то он ищет первый подходящий тип. И на этом приостановлено. Подходящий тип, это значит, что данное исключение является под классом этого. То есть, либо оно этого же, либо под классом его. Если я переставлю их местами, то будет некорректно, он всегда будет срабатывать на обработке просто special, не будет доходить до частного случая. Два catch не срабатывают. Срабатывает только один. Вполне, кстати, законным является такая ситуация. Допустим, вот я понимаю, что случилось base exception, да? И я хочу, обрабатывая этот base exception, продолжить обрабатывать. Я говорю, о-о-о, сори, я его не обрабатываю. Ну, извините, зачем тогда catch писать? Но ситуации такие бывают. Например, я, глядя на текст, содержащийся в этом объекте, то есть, мне надо поймать исключение и прочитать. То есть, я как бы ловлю чернорабочего, спрашиваю, что случилось? Он говорит, меня убивать хотя. Понимаете? То есть, я вчитываюсь в содержимое объекта, да? И если понимаю, что могу разрулить, то разруливаю, а иначе бросаю, говорю, беги дальше. Понятно? Это называется вторичное, вторичный вызов исключения. То есть, я, как сказать, его приостановил, но бросаю дальше. В этой ситуации я имею право сделать просто throw. То есть, я ситуацию, например, я смотрю, если x.msg, я сейчас предполагаю, что у него там, что-то там содержится равно чему-то там, то я обрабатываю, да? Что обработать? Да? Например. А иначе, я не умею его обрабатывать, то я делаю throw. Причем в этом случае, но я не говорил, вы устно сказали, как бросается исключение. Исключение бросается словом throw, и внутрь, после слова throw, как после слова return, можно всунуть в какой-нибудь объект, любой. В частности, типа exception. Его можно как сгенерировать на лету, вы же, наверное, тоже вектор 3D в return не прописали, да? Return вектор 3D от каких-то, таких-то чисел, да? Вот так делаем. С exception тоже очень часто его типы маленькие, они сами маленькие эти типы, объектики. Они содержат в себе там одну строку, несколько чисел, может быть, да? Такой модификатор, файл. И я, создавая такой объект, чтобы он донес информацию о случившемся, я ему в конструктор пихаю строчку с сообщением, какой-нибудь месседж или флаг какой-нибудь пихаю, да? Ну, естественно, ожидая, что там, где будут принимать, там будут знать тип этого исключения и смогут расшифровать содержимое. Ну, собственно, ради чего мы в кетчах пишем типы, да? И принимаем его по ссылке с соответствующим типом. Так вот, допустим, я там прочитал точка x.msg, у меня на этом этапе уже был такой атрибут, как string, например, string.msg. Простите, тут написано string.msg. Так вот, если я могу это расшифровать, я смотрю туда и, если что, обработать, а иначе просто тупом throw. Throw, соответственно, пробросит исключение дальше. То есть я прерываю выполнение и этой функции тоже, и исключение полетело себе дальше. А вось кто поймает. Понятно? А если никто не ловит, он выбрасывает из программы. Всё, программа завершается. Но это не так плохо. Ну да. Почему это не плохо? Вы знаете, лучше, когда программа жестко завершается, чем она делает вид, что ничего не случилось. Я такой пример привожу с ракетой. Я вам рассказывал про ракету? Нет, вы рассказываете про машину. А можно бутылочку? Она очень хорошая ракета. Отлично, вот она полетела. Вот выставьте себе, что у меня ракета стартует. И у меня на этапе старта, вот она уже оторвалась от земли. И у меня вдруг возникает неполадка в системе, в каком-нибудь закрылок какой-нибудь у ракеты. Я сейчас говорю про космические ракеты, байконур какой-нибудь. И у меня вдруг оказывается, что она не может вырулить, нормально на траекторию выйти. Что возникнет? Какая ситуация? Ну, если она не может дальше нормально управлять, и полет не может нормально завершиться, она не может вывести спутник на орбиту. То есть разные бывают ошибки. Это ошибки, которые можно разрулить, не проигнорировать, а обработать аккуратно. Так, как сказать, один двигатель не додает мощности, дадим сейчас другими. А бывают ошибки неустранимые. И как только становится понятно, что ошибка неустранимая, вы знаете, что с ракетой делают? Уничтожают. Она, это, у нее автоматически срабатывает, не требует команды с борта, с земли. У нее существует система автоматической жесткой посадки в случае неустранимых оживок. Она бухается туда, чтобы не улететь за пределы Казахстана, куда-нибудь, не дай бог, в Европу, в Америку или в Москву, понимаете, чтобы она не где-нибудь еще и, как-нибудь там, разные есть топлива. Керосин это самое безобидное. Керосин и кислород всего лишь. Фигня. А есть какие-то гептилы там, всякие химия страшная совершенно. Не дай бог она рухнет, и вся эта химия вывалится на природу людей. Поэтому она, лучше зарулить ее, уничтожить как вот прям на месте, так, чтобы эта авария случилась предсказуемая. Предсказуем. Точно так же и программа на этапе разработки. Чем раньше мы узнаем о том, что в программе случилась ошибка, тем лучше. То есть, когда разработчик ее тестирует, то все ситуации исключительно, они должны, естественно, вываливаться. В момент, когда мы будем запускать это в продакшн, мы постараемся все жесткие ошибки уже заранее устранить, а другие ошибки разруливать достаточно мягко. Понятно? Так она, как-то, ракета же взрывается. А? Она же взрывается. Ну и разные есть варианты. Ну, я сейчас показываю, просто мне красиво нравится вот этот вариант. То есть, мы как бы раз и это. Ну да, то есть, она жесткий вариант выхода. То есть, мы ее просто вынуждены взрывать. Потому что иначе будет плохо. Ясно? То есть, в этой ситуации лучше, если у нас просто программа вылетит, чем мы проигнорируем, как рабочего пришли убивать, убили благополучно. А функция сделала тупо, как сказать, как будто return. Это шок. Так и забыл. Да. То есть, файл мы открываем. Представьте себе, что текстовый редактор, который открывает файл, вызвана функция, которая должна открыть файл. Она как бы, ну, открыла файл, как бы, на самом деле, прав доступа нету. Операционная система отказала, прав доступа нету. А файл не открыт. А та функция пользуется этим файлом, как будто бы файл открыт. Она туда все сохраняет, все, программа корректно закрывается, все. Вы открываете. Ааа, файла нету, ничего, содержимого. Пусто. Вы хотите, чтобы так было? Нет. Ну вот, надо, чтобы происходило корректно. Так, в общем, мы сейчас проговорили про перегенерацию исключений. Это вполне нормальная ситуация, типичная. Это не та проблема, про которую говорил, когда в деструкторе происходит исключение. Еще одна проблема — исключение. А что, если исключение произойдет в конструкторе? Это не такая же проблема. То есть мы создавали объект, а в процессе его создания произошло исключение. Не дай бог, если бы создавали объект исключением, когда шла обработка исключения. Ну, просто объекту, который... Ну, нужно вызвать в кетче так, чтобы досоздать этот объект. Ну, либо там доступ к пальцам. У нас в этом случае, естественно, объект, да, он недосоздан. А раз он недосоздан, то у нас не будет вызван деструктор. А если у меня объект выделяет несколько ресурсов памяти, раз оперативку аллоцирует, и два оперативку аллоцирует. А в деструкторе у меня произойдет очищение. Понимаете? А в данном случае, если конструктор не закончил свое выполнение корректно, объект не создан, значит, у меня деструктор вызываться не будет. Понятно? А частичная аллокация могла уже произойти. Понимаете, да? То есть я это исключение, может быть, обработаю, но вопрос, а кто же почистит память? Утечка памяти. Некоторые открытые вопросы остаются. Что делать с этими исключениями? То есть все-таки сложности, объектно-ориентированной модели и исключения, они есть. Вот эти, это все тонкость, их надо на самом деле выяснять. Я, к сожалению, некомпетентен про это рассказать более подробно. Не могу. Могу сказать, что это большие проблемы. Так, иерархия стандартных исключений. Это последнее, что я сегодня, наверное, расскажу вам. Так, 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 так. Так. Так, 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 так. Я, пожалуй, сделаю это просто. Нам так, видимо, это дело туда. Ну, потому что это, скорее, справочная информация. То есть мы пользуемся библиотекой STL, а она генерирует исключения. Кстати, не всякие объекты и методы оттуда генерируют исключения. Оно устроено так, чтобы было условно-побужественно и иногда были, иногда так, по-разному. Итак. Так, так, так. Понятно. Исключения нужны, чтобы реагировать на исключительные обстоятельства. Вот. Та-та-та-та-та-та. Ну, примитивный trial, throw, catch. Причем, кстати, видите, можно бросать даже интерн. Но я не рекомендую. Почему? Ну, потому что тогда вам сложнее различать друг от друга эти исключения. То есть как вы будете исключать? По значению числа i? Очень неудобно. То есть вы лучше не ловите те исключения, вообще они пролетают мимо, если они не соответствующего типа. Не так долго создать лишний тип, эти классы исключения, они такие мелкие, они могут даже ничего не содержать. Если вас не интересует значение этого inta, не inta, прошу прощения, содержимого фактически нету, то у вас будет этот экземпляр этого объекта занимать ровно один байт, не имея никаких атрибутов. То есть вы просто делаете класс и все, с пустым телом. Соответственно, я забыл про этот момент сказать, default exception. Дело в том, что поскольку исключения могут быть любых типов, даже не классов, то существует такой patch, как ellipsis, функция с тремя точками, с неопределенным количеством параметров, так и тут. Существует исключение на все случаи жизни. Правда, я вас предупреждаю, лучше такие исключения не ловить. То есть лучше уж разрешать жесткую посадку, если вы не ловите конкретные исключения, то лучше дать ему упасть. По-хорошему. Потому что в этом случае это, знаете, как такой поручитель, который говорит, я решу все твои проблемы, а на самом деле проблем никаких не решает. Бла-бла-бла. Понимаете? То есть он... А как вы будете обрабатывать, если вы ничего не знаете про то, что случилось? Что-то случилось. Ну, разве что вы не хотите, чтобы у пользователя вообще он заметил, что что-то случилось. А как вы будете? Вот вы выпали в функцию main. Вот в результате исключительной ситуации ваша программа перешла в состояние функции main. и что дальше? Перезапускать все? Пользователь все равно заметит, что все лопнуло, а потом что-то начало заново программу делать. Но все равно заметит. Результаты работы. Невозможно, что у вас же реальные объекты позакрывают. Так, ладно. Да, вот это, видите, пробрасывание исключений изнутри обработки исключения. При этом не требуется пробрасывать, пересоздавать, что я делаю. число n бросаю. Просто пробрал все. Так. Видите, трайм, внутри трайм. Так. Значит, дальше. My function. Сейчас, одну секундочку. Dynamic exception specification. Deprecate. Да. Я пойду к этим. Даже упоминать. Значит, стандартная exception. Стандартная библиотека содержит STD exception. Соответственно, они определены в exception hidden. Сейчас мы их откроем. Как раз. Соответственно, когда вы создаете свое исключение, то лучше его наследовать от класса exception. Я вам рекомендую все классы называть с большой буквы. Этот пример не является образцом с точки зрения ходинг-стайла. То есть, bad exception, nested exception, exception point. Так. Ну, ладно. Сейчас не будем в этом. Есть STL-евский exception. IOS exception. IOS exception. Да. То есть, есть такое пространство имен IOS, input-output-stream. Соответственно, это было еще до появления IOS, в смысле этого. Надо было бы Apple взогреть в рабочих штандартах. Ну, наверное. Короче, сейчас посмотрим, значит, какой тут у него это флаги, видите, ее там содержат флаги. Good bit, EOF, fail bit, bad bit. Соответственно, когда мы ловим if-string failure E. Сейчас, одну секундочку, а где же все-таки иерархия заключается. Где же их иерархия? STD и SEP. SEP OF STANDARDS EXCEPTIONS. Во! Вот это похоже на то. Только единственное, что они тут не по иерархии, а вот просто написаны. LOGIC ERROR EXCEPTIONS, DOMAIN ERROR, INVALID ARGUMENT, LANGERROR OUT OF RANGE. EXCEPTIONS, LOGIC ERROR, DOMAIN ERROR и так далее. Логическая ошибка является подклассом EXCEPTIONS. Значит, ошибка INVALID ARGUMENT, соответственно, это некие стандартные исключения, которые предлагает библиотека STD EXCEPTIONS, чтобы не создавать свою иерархию, ей можно воспользоваться. Понятно? Если вам нужны какие-то бросить исключения INVALID ARGUMENT, например, то вместо придумывания своей иерархии вы можете воспользоваться STD EXCEPTIONS, просто его заинклюдить, у вас все эти классы, они описаны, да, и кроме того, туда можно сунуть вот в этот самый исключение, сейчас, где тут печь, а где же у нас бросается? у него должно быть а где его параметры? public explicit invalid argument он string what ar ну у него там одна строка, а как он да, еще есть второй const char но это не так принципиально видите, у него есть только один message сейчас посмотрим наверное он единый на всю иерархию очень маленький класс очень маленький а в exception наверное у нас лежит как раз этот самый string виртуал виртуал виртуальный метод виртуальный деструктор прошу прощения так и вот вот это собственно метод который сообщает что случилось и он у нас что делает возвращает const char звездочка указатель на строку в самом общем виде причем обратите внимание есть такая дополнительная штучка но except это гарантия что метод не бросает исключения то есть когда мы хотим гарантировать что метод никогда не бросает исключения то мы можем дописать но except это важная информация которая проверяется компилятором и она важна для того кто будет вызывать метод его спокойно можно вызывать например при обработке исключений нежелательно вызывать методы которые тоже могут бросить исключения понятно так что этот момент тоже часто бывает важным вот здесь например видите конструктор класса exception не бросает исключения ладно я что хотел посмотреть может быть get string достать строку идентифицирующую собственное исключение давайте вернемся к этому logic error может быть logic error конкретно содержит себе конкретный content контент as the value returned by number 1 но не прописано как именно он сохраняет собственно эту строку в общем эти исключения предназначены чтобы передаваемую строчку собственно передать я не могу сейчас иерархию идти в класс к исключению но она есть глобальная есть exception есть соответственно какие-то варианты есть там иоз я сейчас не помню только какая-то иерархия их в данном случае нам предлагается в модуле std exception предлагается варианты исключения logic error логическая ошибка из которых соответственно одна из них это я сейчас включу там инвалид аргумент в частности да инвалид аргумент а для того чтобы каждый конкретный экземпляр мог содержать в себе какой-то набор различных параметров и уметь его сериализовать в строчку фактически да у нас в базовом классе exception есть виртуальный метод виртуальный метод what который позволяет там собственно добыть информацию то есть он содержит в себе это метод возвращающий строчку возвращающий строку с текстом с текстом соответственно этого сообщения с текстом ошибки важный момент у некоторых программистов возникает желание в каких-то относительно нормальных ситуациях бросать исключения ну как метод передачи информации между функциями а я хочу сразу взять из функции более глубокого уровня на 2 функции вверх бросить исключение удержите себя механизм исключения предназначен только для обработки ошибок ну представьте себе что я из вот из вот этой функции буду вот сюда бросать исключение а из-за мальчика потому что это знаете что дает возможность возвращать из функции то один тип то другой потому что в c++ функция всегда обязана возвращать один и тот же тип а исключение позволяет нам дифференцироваться по типам хочу return то ну точнее return а трех хочу феол то хочу int кину хочу string кину хочу char что хочу то и выброшу из функции здорово по хорошей практике ведь очень плохая практика по рукам за нее бить потому что вы делаете конкретно в этом интерфейсе вы делаете очень странную ситуацию то есть у вас этот чернорабочий по любому поводу пишет жалобу понимаете и сразу на имя президента и не дай бог и вот эта функция она не обрабатывает как сказать не обрабатывает эту жалобу как сказать не периллюстрирует корреспонденцию и не вынимает и не обрабатывает а это всего лишь ЖКХ ну ладно я быстро сразу решу а это всего лишь то ну ладно по любому поводу сразу жалоба президента понятно сразу высшая мера возможной жалобы ааа все Так вот, это плохая ситуация, потому что если кто-то другой захочет позвать чернорабочего, чтобы он вывез ему тачку, то будет возникать, собственно, ненормальная ситуация, что он на всякие нормальные ситуации вполне жалуется. Потому что, надо понимать, нормальный программист, он обычно нормальный, в смысле, человек, он предсказуемо ведет себя, он читая интерфейс функции, он может не дочитать до конца. А, так, имя функции, типы параметров, по типам и именам параметров я догадываюсь об их смысле, а даже что-то читать не хочется. Что-то допустимое значение параметров, даже про них он часто не дочитывает. Программист, который не только просмотрит, а можно ли вызывать эту функцию с отрицательным числом, программист, который еще и внимательно вчитается в то, какие допустимые исключения, что она может выбросить, в какой ситуации выбрасывает, это педат, педат, прям, он вот, это да, вгрузился реально. Чаще всего он заканчивает чтение вот здесь, понимаете? Поэтому функция не должна бросать исключение в нормальных ситуациях. В нормальных ситуациях она должна возвращать ретерна что-то, понятно? Либо, в крайнем случае, дополнительный параметр, являющийся указателем или ссылкой на ошибку. Это же можно через сроу реализовать функцию, которая будет возвращать не какой-то один тип, а какие-то разные типы. То есть воспринимать сроу как ретерна. А саму функцию сделать войну. Можно! Можно! Вообще не делать ретерн, делать только сроу. Да, да. Можно! Я просто вот... Это, знаете, есть соревнования по непонятному силе. Есть соревнования по непонятному силе. На чистом силе без силы плюс плюс можно писать так, что код будет малочитаемым. Я же вам рассказывал про то, что, например, массив можно взять и вызывать... То есть не а и т, да? А можно и а т вызывать. Знаете, что я? Ну, то есть можно, поскольку вот эта штука, она интерпретируется как а плюс и разыминованная, да? То есть я адресную отмечку между поинтером и числом. Получаю адрес и этот адрес разыминовую, да? Так почему бы мне не прибавлять числу адрес и разыминовую? Вот, пожалуйста. Серьезно. А? Абсолютно серьезно. Еще раз? Ладно, ладно. Я просто... Короче. Да, можно многое где выпендриться и сделать нечто, что... Ну, нечитабельно. Какой же ты, зафиксирующийся код? Да. Ну, в общем, да, можно опусцировать, да, опусить. Сделать коды. Ну, в общем, смысл в том, что объектно-ориентированное программирование, оно дает дополнительные инструменты к возможностям. Там можно действительно всегда делать throw. Можно еще делать эти... Я же рассказывал про static cast. Заклинание. Помните, делал static cast? Да, да, да. Когда я вам рассказывал про поле типа. Поле типа это тоже вот к тому относится. Так вот, static cast это еще та фигня. Static cast не самое худшее. Здесь хотя бы проверка типа происходит. А можно ли реальный x привести к типу t? Да? Есть dynamic cast, а есть вообще reinterpret cast. То есть, а ну, давай, плевать хотел я, какого он типа, я и буду считать, что это тип t. Давай, я знаю, что это тип t. Давай, работай. Понимаете? То есть, вот это... Это то, как не надо делать. Не надо участвовать в таких соревнованиях. Есть много других нормальных соревнований. Одно из этих соревнований за качество кода. Человек, который нормально напишет код, в котором... Вы знаете, что вот это такое? Реальный код по-хорошему должен проверять допустимое значение параметра. Знаете, что я вам вообще расскажу? Слушайте, я-то в питоне узнал классную библиотеку док-теста. На губ. Простите за задержку, пока нас не погоняют. Я успею показать. Я сегодня первому курсу показываю, что узнаю, ставим сразу не три. Стэк. Пишу модуль стэк. Он содержит функции push-hop, clear-empty. Но, обратите внимание, я внутри функции push пишу документ строку. В документ строке я... Что такое такое строка? Это док-строка, которая в help может быть написана. То есть, если я вызову help для этого модуля, то он мне напишет это в комментариях. Так? Ок. Но, прям внутреннего, я пишу, как будто бы я тут интерпретатор фитона вызываю. Ожидаю каких-то значений. Видите, да? То есть, я запоминаю сайз от стэка, push делаю туда. Дальше смотрю на разность длины, собственно, это глобальный переменный модуль стэк. И то, что я запомнил. И уверен, что там должна быть единичка. И еще, я последнее значение в этом списке стэк должно иметь значение, которое я тут заложил. Да? Что это такое? Это маленький тест, который будет автоматически вызван и проверен при помощи вот этой вот библиотеки док-теста. То есть, если этот модуль запустить теперь, то он вроде бы, я его запустил как программу, как именно сам модуль запустил. Хотя он вроде бы предназначен для импорта. То есть, сам стэк по себе уже ничего не делает, структура данных. Так вот, это на самом деле не так. Это потому, что тест мод сейчас вызывается с verbose равно false. А если я запишу verbose равно true, то что? То он у меня произведет тестирование. И он каждую строчку вот этих вот вещей, а на самом деле там над этим пушем, еще есть вот такая штука. Clear, из empty, пуш-пуш-пуш, из empty должен вернуть false, потом поп-поп-поп, должен 3, 2, 1 вернуть, из empty должен вернуть true. То есть, я прям переписал модульный тест. Понимаете? Я заставил его. Это не все. Это всего лишь тесты, которые могут... Прикольно? Вот так вот это дело пишется. А еще я узнал, опять же, вот буквально недавно, узнал о том, что существует такая штука, как пай-контракт. Я раньше знал, что существует программирование по контракту, где функция и объект все время следит за допустимыми значениями параметров. То есть, он все время послеживает, что в его зоне ответственности все в порядке. Что дата допустимая 32-го числа нету, в тех месяцах, где нет 31-го, 31-го не возникает. Потому что он следит внимательно за параметром своих, да? За своим собственным состоянием. Функция проверяет значение аргументов, что они допустимые. Проверяет на выходе значения вычисленный результат, что он допустимый. Да? Называется проектирование по контракту. Оно очень сильно снижает количество ошибок в программном коде. Так вот, оказывается, есть библиотека PyContracts. Так она так лихо ловит, ей так легко прописать допустимые параметры. Я даже писать не буду. PyContracts. Можете погуглить, посмотреть. Это прикольно. Она прямо в заголовке функции прописываете типы параметров. Она проверит, что это параметры соответствующих типов. В питоне появилась возможность type hinting. Советовать типы функции. Двоеточие после названия параметра, да? А? Двоеточие после названия параметра и тип. А можно еще и прописывать допустимые значения. А как же, чтобы он строго проверял вот это все? Строго? Просто это советуют, но это никак проверка не происходит. PyContracts. А, PyContracts? Да. И он проверит. Но мы его, естественно, в момент, когда это выпускается пользователю, мы его отключаем. А пока мы хотим, мы проверим. Ладно, все, спасибо вам большое. На этом завершаем. Спасибо.